С начала года диспансеризации уже прошли 148 тысяч жителей области. Это примерно 91% от годового плана. До конца года скрининг ещё могут пройти все, чьи полный возраст кратен трём. С 1 января на профилактические осмотры будут приглашать в Алакжан уже другого года рождения. Очень много заболеваний различных, как обычно. Вот в этом году порядка 62 случаев злокачественного образования в результате диспансеризации было выявлено. Как правило, это ранняя стадия, это хороший прогностический прогноз по лечению данных заболеваний, это сохранённое здоровье и жизни. Кроме того, выявляются и болезни системы кровообращения. Более 1600 случаев, это именно впервые выявленные заболевания, которые выявлены в результате диспансеризации. 790 случаев артериальной гипертонии, ранее не выявленной, которые также, если её вовремя начать, обратиться к участковому и начать лечить, корректировать цифры давления, будут иметь хороший прогноз по дальнейшей жизни пациента. В ближайшем будущем диспансеризацию ждут изменения. Так, глава государства уже подписал документы, обязывающие работодателей предоставлять своим сотрудникам один день с сохранением заработной платы для прохождения профилактического осмотра. Люди предпенсионного возраста могут взять два дня. Со своей стороны медики изыскивают все возможности, чтобы пациент успел пройти всех специалистов в течение одного рабочего дня. Мы создаём интеллектуальную платформу по результатам диспансеризации. То есть человек у нас строго будет уже маршрутизирован. Куда идти с этими результатами? Что делать с факторами риска? Тут говорю, что буквально сейчас на днях эта система будет запущена, отработана. А потом мы в рамках новой медицинской информационной системы будем уже её запускать во всех медицинских организациях области. Предполагается также, что в дальнейшем диспансеризация станет ежегодной. Объёмы профосмотров будут наращиваться постепенно. Например, к 2024 году планируется принимать до 800 тысяч человек в год.